добрый день дорогие друзья сегодня хочу ответить на некоторые вопросы которые поступают мне последнее время и эти вопросы касаются как самих моторов их производства что такое производстве чем оно отличается многие наверное слышали о таком типе производства как оэм это когда делается какой-то продукт и этот продукт отдается на завод производитель то есть тот кто является заказчиком не является самим производителем он его разработал или же довел до кондиции этот продукт и в том состоянии или в том качестве отдается на завод кто будет производить этот продукт также производятся контроллеры и наши автомобили то есть то что вы видите на наших презентациях наши продукты имеющие наши моторы это мотоциклы автомобили и это не означает что мы все это производим сами собственными руками да мы делаем прототипы мы дорабатываем эти продукты и затем отдается на завод производитель и даже те моменты когда мы берем уже готовый автомобиль например и дорабатываем его автомобили в китае например допускается к движению до 45 километров в час у них стоят слабые моторы вот мы ставим же свои моторы дорабатываем их дорабатываем контроллеры или же всю систему адаптируем эту систему и затем уже отдается этот автомобиль в производство именно с нашими уже доработками на эту доработку также делаются сертификаты то что вы сейчас можете увидеть этот сертификат имеет своем описание не только название этого продукта но также данные заказчика кто делает этот продукт заказывает организация которая сертифицирует и сам производитель кто будет производить эти моторы здесь вы как раз видеть полный допуск не только сертификат сам корочку которую мы могли видеть на наших сайтах или же в презентациях а полный протокол тестирования и сертифицирования то есть полная полный допуск этого автомобиля с указанием всех его компонентов и здесь указывается и кто заказчик кто выполнял этот заказ на кого сертифицируется кто производитель и сертифицирующая компания и также указывается все компоненты и тому подобное также относится это и контроллером когда дорабатывается контроллер и он подгоняется и софтором и характеристиками к нашим мотором как вы наверное уже многие знаете что не все контроллеры работают с моторами со славянкой совмещенными обмотками и это происходит как раз и делается с теми компаниями кто готов с нами сотрудничать и затем мы заключаем договора с этими компаниями и сертифицируем на себя делается договор и указывается в каких странах эти контроллеры мы продаем и каких странах допускается продажа этим производителем или же на каких условиях возможно подключение других дилеров или же заказчиков также известно что в европе мы сертифицируем автомобили на определенные компании также и вы можете стать эксклюзивным дилером по каким-то транспортным средством или же по тем продуктом которые вы сами закажете и будете оплачивать сертификацию на этот продукт а теперь хочу обратить ваше внимание на сами двигатели как вы знаете мы производим двигатели для различного применения и до 90 мы применяем на автомобиле с внутренними шлицами для мотоцикла для трицикла также различные крепления для мотоцикла и обратите внимание что самого начала нашего производства мы применяем однотипные энкодеры одной и той же компании чтобы не ошибиться что это моторы со славянкой на всех до 90 на фазах одно и то же сопротивление и она колеблется плюс минус 0 5 а 34 миллион а если же сопротивление отличается это не наша славянка то есть это двигатель не наш так что здесь вы можете определить если у вас есть под рукой возможность измерить сопротивление по фазам и это сопротивление отличается на различных двигателях и то же самое обратите внимание что наш мы используем 6 полюсные моторы и диаметр ротора 86 миллиметров у четырех полюсных моторов не нашего производства диаметра ротора 80 миллиметров сейчас хочу вам показать еще видео которые уже наверно многие видели кто не видел посмотрите тесты которые проходили в лаборатории соульмаш и проводились инженерами лаборатории это игорь корхов он в лаборатории тестирует разные двигатели здесь погоняли двигатель до 90 с построили графики так это у нас чего и отчего 90 с при 40 амперов фазного тока от 0 до 3000 оборотов ну почти от 0 до 200 три 40 соответственно вот зелененькая линия сверху у нас фазный ток 40 ампер он фактически линейный почти до конца потом падает соответственно у нас момент красненький торг красненький вот он соответственно у нас торг при данном токе 6,3 ньютон на метра и потихонечку падает где-то пяти с половиной ну дальше завал когда ток падает но это легкий режим работы двигателя с наивысшим кпд кпд вот черной линии показан то есть он заскакивает у нас даже за 90 процентов кпд прям ровно ну да и очень широкий кпд ну и соответственно синяя у нас мощность выходная в данном случае это у нас 1600 ватт на 3000 оборотов при фазном токе 50 ампер соответственно это и далеко еще до его номинала это один из частных случаев то есть для получения максимально для проверки максимальной эффективности и максимально кпд получили и не выпала такая интересная уникальная возможность побывать на составлении протокола испытаний это довольно интересная но можно сказать что нудная такая процедура то есть сначала двигатель тестируется на определенном значении крутящего момента на определенных оборотах так он прогоняется по всем оборотам далее тестируется следующее значение крутящего момента с определенным количеством оборотов и так далее и один еще очень важный момент это не просто установите подключить контроллер с мотором на автомобиле или же на мотоцикл но важны также настройки этого контроллера и если настройки не соответствуют тем настройкам которые должны быть для этого мотора то мы получим кучу железа и никакого эффекта то есть мотор будет греться автомобиль или мотоцикл не будет ехать и у нас будут только возникать проблемы и даже возможно что мы сожгем мотор или сожгем контроллер очень важным параметром является это направление движения мотора при положении вперед то что вы видите стрелка вверх вот должно быть так чтобы мотор вращался в нужном направлении колесо ваша крутилась двигала ваше транспортное средство вперед если вам необходимо изменить направление вы изменяете этот параметр на единицу или на ноль меняя при этом также положение энкодера направлении это следующий параметр для сохранения параметров введенных вами необходимо записать и сохранить нажатием этих двух кнопок которые я показываю сейчас при правильной настройке и указание стрелочки вверх при даче газа у вас оба показания скорости будут положительны если же настройки неправильно то одно будет положительно второе отрицательное необходимо переключить или же направление движения энкодера или же направление вращения мотора для наших моторов очень важный параметр это скольжение если же скольжение выставлено неправильно мотор будет перегреваться и будет не эффективен так что уделяете должное внимание для настроек контроллера и не покупайте моторы и контроллера в сомнительных местах там где вам не предоставят сервис и не помогут разобраться с настройками надеюсь вам понравилось это видео подписывайтесь на мой канал чтобы не пропускать новости ставьте лайк и всего хорошего до новых встреч